В Дунае накануне вечером загорелся плавучий док на 30-м судоремонтном заводе. На тушение возгорания были брошены пожарные расчеты Фокина, Дуная и Большого Камня. На помощь призвали противопожарный катер. С огнем пожарные боролись всю ночь. Потушить док удалось к утру. Работа продолжалась порядка 14 часов. Пострадавших нет. Подробности произошедшего вы узнаете из следующего сюжета программы. После вечернего обхода рабочие вахтенной службы зашли в койоту и увидели, что горит в помещении открытым пламенем розетка. Так как каюта внутри была отделана пробковым деревом, то огонь мгновенно распространился по помещению. Воспламенилась вся обшивка, а также все горючие материалы, которые были внутри. 25 января 2016 года ради телефонисту специальной пожарной специальной части номер 5 поселка Дунай поступило сообщение о возгорании в плавдоке номер 41 30-го судоремонтного строительного завода, расположенного в поселке Дунай. По данному вызову выехало отделение специальной пожарной специальной части номер 5 и одно отделение специальной пожарной специальной части номер 4, расположенное в городе Флокино. Прибыли отделения специальной пожарной специальной части номер 1, специальной пожарной части номер 2 и специальной пожарной части номер 3 по одному отделению. По данным разведки выяснилось, что горели жилые каюты. На тушение данного пожара было подано два ствола Б и два звена ГДЗС. Тушение продолжалось в течение 14 часов. Также приходили на оказание помощи ПЖК пожарный катер 15-15 и также привлекались в войсковую часть 25-30-6. Причина, со слов работников, находившихся на плавдоке номер 41, короткое замыкание. Но с этим будут еще разбираться специалисты. Получилось то, что из-за короткого замыкания загорелась межкаютная переборка двух кают. Создалась сразу высокая температура, сильное задымление. Так как вход находился на верхней палубе, только пожарным пришлось проникать туда через верхнюю палубу, расположенной на высоте 16 метров. По прибытию первого подразделения было организовано взаимодействие с представителями объекта. Был создан штаб пожаротушения, куда вошли представители объекта, а также руководители специального управления СФПС номер 25. На пожаре было задействовано 5 автоцистерн, 30 человек личного состава. Сложность тушения пожара заключалась в замкнутых пространствах, в узких проходах, сильном задымлении в помещениях и высокой температуре. Приходилось работать с звеньем ГДЗС на ограниченном количестве по времени. Площадь пожара ориентировочно составила 250-300 метров. Пожар происходил на второй, третьем ярусе по правому борту Плавдока. Благодаря сложенной работе и совместным действиям с представителями объекта, а также личного состава специального управления СФПС номер 25, данный пожар в данный момент ликвидирован, производится прорывка и проветривание помещений. Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. А отрадно то, что док все-таки удалось спасти, а поврежденное имущество можно восстановить.